БСМ-электронно-счетная машина, серия советских электронных вычислительных машин общего назначения, предназначенных для решения широкого круга задач, разработка Института точной механики и вычислительной техники АНСССР. БСМ-1. Разработка завершена осенью 1952 года. Известно также как БСМ-академия наук. Построена на электронных лампах. Опытная эксплуатация АС 1952 года. Пострадействие от 8 до 10 ТСОПС. Система представления чисел в машине. Двоичная с учетом порядков, то есть в форме чисел с плавающей запятой. Количество разрядов для кода числа 39. Цифровая часть числа 32 разряда. Знак числа 1. Порядок числа 5 разрядов. Знак порядка 1. Разряд. Диапазон чисел, с которыми оперирует машина. Примерно от 10-9 до 10-9. Точность вычислений примерно 9 десятичных знаков. Система команд. Трехадресная. Количество разрядов для кода команды. 39 код операции. 6 разрядов. Коды адресов. 3 указателя по 11 разрядов каждый. Что позволяло адресовать 2048 ячеек памяти для операндов. И результата регистра общего назначения отсутствует. Машина имела параллельное 39-разрядное ЛУ с плавающей запятой. В систему команд машины входят 9 арифметических операций. 8 операций передач кодов. 6 логических операций. 9 операций управления. Машина имеет общее поле памяти для команды данных 2047-39 разрядных ячеек. Специальный бит в поле кода команд позволял отключить нормализацию с плавающей точкой и выполнять адресную арифметику. При написании программ для BSM1 широко применялась техника самомодифицирующегося кода, когда напрямую модифицировалась адресная часть команд для доступа к массивам. Внешняя память на магнитных барабанах и магнитных лентах. Скорость обмена с барабаном 800 чисел в секунду. Скорость записи считывания с ленты после позиционирования 400 чисел в секунду. Первоначальный ввод программы исходных данных осуществляется с перфоленты со скоростью 20 кодов в секунду. Печать результата осуществляется на бумагу со скоростью до 20 чисел в секунду. Потребляемая мощность около 35 кВт. Была создана только одна машина этого типа. Главный конструктор Сергей Алексеевич Лебедев. В 1953 году на БСМ была опробована оперативная память на ртутных трубках. В начале 1955 года на потенциалоскопах. В 1957 году на ферритовых сердечниках. На 1953 год оказалась самой быстродействующей в Европе, но уступала по быстродействию объему памяти коммерческая американская IBM 701. Поставки которой начались в декабре 1952. БСМ-2. Усовершенствованный вариант БСМ-1. Подготовленный для производства. Одна из первых серийно выпускавшихся ИВМ. Основные технические характеристики. Аналогично характеристикам БСМ-1. 20 тысяч операций в секунду. УЗУ на 2048-39 разрядных слов на ферритных сердечниках. В машине содержалось 4000 электронных ламп и 5000 полупроводниковых диодов. Выпускалось с 1958 года по 1962 год. Было изготовлено 67 машин. Машина разработана и внедрена коллективами ТМВТН СССР и завода Им. Володарского. На одной из БСМ-2, в частности, был произведен расчет траектории ракеты, доставившей в импе СССР на Луну. В машине применен мелкоблочный монтаж основных узлов. Все основные детали и лампы располагались в стандартных сменных блоках М-20. Основная статья. М-20. В 1955 году на основе архитектуры БСМ-1 началась разработка М-20, которая выпускалась с 1959 года при участии СКБ-245 Министерства машиностроения и приборостроения. В схемотехнике М-20 сначала использовались электронные лампы, позднее ее перевели на феррид-транзисторные ячейки, а затем на полупроводники. Полупроводниковая М-20 стала основой для серийной БСМ-4. Всего до прекращения выпуска в 1964 году было произведено 20 машин. М-40 комплекс для управления РЛС дальнего обнаружения и сопровождения целей точного наведения противоракеты на баллистическую ракету противника. В марте 1961 года на этом комплексе впервые в мире была ликвидирована боевая часть баллистической ракеты осколочным зарядом противоракеты. За эти работы коллектив ведущих разработчиков комплекса был удостоен Ленинской премии, в том числе и академика Салебедев и ВС Бурцев. Впервые были предложены принципы распараллеливания вычислительного процесса за счет аппаратных средств. М-40 начало выполнять боевые задачи в 1957 году, коренная модификация БСМ-2 для войск ПВО-40000, ОПС, с фиксированной запятой УЗУ-4096 40-разрядных слов, цикл 6 МКС, представление чисел с фиксированной запятой, разрядность 36, система элементов ламповая и ферлитранзисторная, внешняя память, магнитный барабан емкостью 6000 слов. Машина работала в комплексе с аппаратурой и процессором обмена с абонентами системой аппаратуры счета и хранения времени. М-50 введена в 1959 году, и явилась модификация ИВМ-М-40, обеспечивала выполнение операций с плавающей запятой и была рассчитана на применение в качестве универсальной ИВМ. На базе М-40 и М-50 был создан двухмашинный контрольно-регистрирующий комплекс, на котором обрабатывались данные натурных испытаний системы ПРА-50000, ОПС, элементная база, лампы, ферриты, полупроводниковые транзисторы и диоды. 5 и 92 байта двухпроцессорный комплекс с общим полем оперативной памяти, одна из первых полностью полупроводниковых ИВМ. Развитая система прерываний с аппаратным и программным приоритетом. Главный конструктор С.А. Лебедев, заместитель главного конструктора Б.С. Бурцев. Эскизный проект 1961 год. Межведомственные испытания 1964 года. Испытания комплекса из восьми машин 1967 года. Технические данные. Быстродействие. 500000, ОПС. 37000, ОПС. Фиксированная запятая УЗУ. 32000, 48 разрядных слов построено по модульному принципу. Цикл 2 МКС, работа по 28 телефонным и 24 телеграфным дуплексным линиям связей, элементная база, дискретные полупроводники, полный аппаратный контроль, промежуточная память, 4 магнитных барабана по 16000 слов каждый, модификация 5 и 92 байта. Особенности. Представление чисел с плавающей запятой, защита оперативной памяти и каналов обмена, работа нескольких операторов в мультипрограммном режиме. Серийно выпускались с 1965 года для военных. В частности, была установлена в ЦК КП. Создавалась с 1969 года специально для комплекса ПВОЗРК с тремястами. Три процессора, 1 миллион ОПС, АЛУ с фиксированной запятой, 36-разрядное слово УЗУ 32 килобита. Память команд 64 килобита на биаксах использовались из 133 серии. Объем корпуса менее 2,5 кубического метра. Потребляемая мощность около 5 киловатт серийно выпускалась с 1975 года, уже после смерти Эса Лебедева. БСМ-3М. Небольшой макет машины, построенный из макетов основных узлов ЭВМ на первых полупроводниковых элементах. Инициативная разработка молодых сотрудников ЭТМИФТ повторяла структурно-логическую схему М-20, стала основой для серийной БСМ-4. БСМ-4. БСМ-4 представляла собой трехадресы. Машина на полупроводниках унаследовала архитектуру в М-20. Быстрое действие. 20 тысяч плавающих ОПС. Быстрых операций. До 40 тысяч оперативная зона ферритных сердечниках. Стандартный комплект 4 NML, 4 магнитных барабана по 16 к слов, устройство ввода-вывода перфокарт, 128-колоночная АЦПУ. Быстропечатающее устройство. Арифметика с ПЕЗа включала 4 команды с модификациями и аппаратно реализованное извлечение квадратного корня. Арифметика с фиксированной запятой. Рудиментарная для цели и адресной арифметики. Возможность работы с удаленными объектами по телефонам и телеграфным каналам связи. Каналы связи в стандартной конфигурации отсутствовали. Главный конструктор ОП Васильев. Бес М4 производилась с 1965 года. Всего было выпущено 30 машин. Для Бес М4 существовало не менее трех разных компиляторов с языка Алгол 60. Компилятор Фортран. Не менее два разных ассемблеров. Компилятора с оригинального языка и Псилон. Лучшей доступной книжкой по архитектуре Бес М4 является В.Ф. Ляшенко. Программирование для ЗВМ с системой команд типа М20. Москва. Советское радио. 1974 Бес М6. Основная статья. Бес М6. Первое супер-ВМ второго поколения. На полупроводниковых транзисторах. Разработка завершена в конце 1966 года. Главный конструктор Сергей Алексеевич Лебедев. Заместители главного конструктора Владимир Андреевич Мельников и Лев Николаевич Королев. В 1968 году начат выпуск на заводе щитно-аналитических машин в Москве. До 1987 года, когда был прекращен выпуск Бес М6, было произведено 355 машин. Интересные факты. Повести братьев Стругацких понедельник начинается в субботу. Главный герой во сне видит Бес М с панелью управления цвета заварного крема. С помощью Бес М4 был сделан мультфильм «Кошечка». Продолжение следует...